Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Была в отношениях к женатым, в общем, мы не можем отпустить друг друга, сколько ни прощали, все равно не отпускает меня. Я уже не могу это терпеть, поэтому шла она мне очень больно. Как бороться с зависимостью и привязанностью? Спрашивает человек. Девушка. Ну, смотрите, вообще зависимость, привязанность, это вопрос решается в психотерапии, да, то есть как бы обычно в таких случаях люди обращаются, что-то за психотерапией, вот, то есть как бы, ну, когда есть вот такая проблема, да, то, как правило, психотерапия, ну, помогает, вот, то есть, ну, работа с, так скажем, вот, с личной, ну, проблематикой человека, так сказать, в данном случае, вот. То есть нужно увидеть, что это проблематика, да, каким образом, ну, например, вы оказались, вот, в отношениях, собственно, с женатым человеком, вот, то есть, ну, то, что это неслучайно, это очевиднейший, на мой взгляд, факт, да, вот, поэтому нужно увидеть, постараться понять, как вы вообще оказались в, ну, в этом, да, то есть, как вы оказались в отношениях женат, вот. А часть всего это происходит в тогдах, когда человек боится одиночества, когда человек, вот, как-то, ну, хочется что-то компенсировать, что-то, вот, ну, для себя, да, получить, вот, что-то, что-то ему нужно, как бы, вот. И, соответственно, когда, вот, ну, когда есть, вот, определенные, как бы, сложности с, ну, вот, детско-родительскими отношениями, как бы. Ну, вот, и, соответственно, очень часто, вот, в этом, в этом случае, человек тяготеет, именно, вот, к, недоступным, партнером, ну, партнером, да, вот, то есть, вот, такой аспект, как правило, вот, ну, возникает, возникает, вот. И, соответственно, нужно поисследовать, собственно, то, как у вас, вот, выстраивались взаимоотношения с вашим отцом, вот, вашей мамой и так далее. Вот, это очень, в данном случае будет важным, ну, важным таким, вот, элементом, как бы, ну, элементом взаимодействия, как бы, вот. Вот вы говорите, например, что, да, вот вы не можете, как бы, от него выйти, например, вы говорите о том, что он мне позволяет, чего вы хотите. Вот, если бы он, например, да, вот, если бы человек не был, не был бы женат, вот, скажем так, вы бы, как бы, были бы с ним, вот, или как, то есть, как бы, что-то вот надежда, да, надежда на то, что на то вот такая вот потаённая, что если бы не вот эти вот обстоятельства, скажем так, то я бы, вот, была бы с ними, или мы были бы вместе с ним, вот, понимаете, какая штука. То есть, это вот очень важный момент, на который хочется обратить, ну, обратить ваше внимание. Понимаете, да? То есть, если вы, вот, где-то в глубине души и думаете, что, если бы он, вот, не был женат, то, чтобы у нас было бы хорошо, да, мы бы, ну, были бы вместе, например, и так далее. Вот. То это может быть, как раз, вот, одним из, как бы, оснований, вот, того, почему вас это держит. Потому что в глубине души у вас есть ожидание, что он мог бы, там, ну, гипотетически, да, мог бы бросить, значит, свою жену, да, вот, и, значит, быть с вами. Вот. А он этого, вот, не сделал, вот, и, значит, вы рассчитываете, надеетесь, надеетесь, что сделают. И, может быть, даже думаете, а, что бы мне сделать, сделать, да, вот, как бы мне поступить, чтобы он так поступил, чтобы он так сделал. Знаете, какой, вот, как бы, ну, порочный круг, порочный круг, ну, получается, да, вот. Вот. Вот в этом вы и находитесь, вот, в такой, вот, ситуации, вот, в такой, ну, такой позиции, как бы. Суть, ну, проблемы, ну, вот, в данном случае, по крайней мере. Ну, вот, и, соответственно, вот с этими нужно работать, да. А, еще зависимость, как, как бы, очень часто возникает, когда человек, человек, эм, перекладывает ответственность. Со, себя, да, на, вот, ну, другого, другого, вот, вот. Например, вы перекладываете, там, гипотетическую, гипотетическую, ответственность на мужчину, вот. Вот, вот, вот эту мужчину, да, гипотетическую, ну, не, 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 не можете уйти. А вы, вот, вы перекладываете на него ответственность. За, вот, то, что вам, вот, хочется, за то, что вам нравится, за то, что вам, ну, там, нужно, да. И, да, и, так далее. Вот. И, до тех пор, вот, пока вы, как бы, ну, ждете, ожидаете, вот, что придет вот этот товарищ сюда, да, и, что это вам даст, пока вы вот, безидетов, от вот этого ощущения, что вам вот, ну, вам самой вот чего-то, хочется, что вам самой чего-то нужно да, что что вы сами, вы, ну, вот, ну, вы сами нуждаетесь в чём-то. Пока вы ждёте, что вам кто-то придёт и поможет или кто-то должен вам помочь, ну вы с большой долей вероятности ничего не сделаете. Кстати, по большому счёту бегут от реальности, по большому счёту. К сожалению. К сожалению, вы просто бежите от реальности, убегаете от реальности. Вас как бы никто не винит в том, что вы бежите от реальности, потому что, ну, как бы там, можете ли вы, можете ли вы там, по-другому. А если у вас опыт вот этого по-другому, может быть нет такого опыта. Но учиться этому опыту в любом случае можно и нужно. Вот. Для чего вам не нужно выбрать психолога и начать себе разбираться. даже не в зависимости своей, напрямую разбираться. Вот. Может быть как бы не нужно разбираться напрямую именно в зависимости, а просто в своей жизни разбираться. Чем быстрее это сделаете, чем быстрее в этом направлении начнёт двигаться, тем легче вам будет. Вот. Вот вы пишите, не можем отпустить друг друга, сколько ни прощали, всё равно меня не отпускают. Так вы не можете ли её не отпускать? Я не могу это терпеть. Что именно? Учила, но мне очень больно. От чего? От чего больно? Так вот конкретно, от чего больно? Так, ну, давайте вот постараемся выявить, от чего вам больно. Что вызывает, ну, как бы, боль. Какие-то же конкретные, наверное, ну, чувства переживания вызывают боль. Ну, что-то же, например, что вы, грубо говоря, останетесь, да, без, например, человека, допустим, как бы. А что для вас это значит? А как вы к этому относитесь? Да? Вот. То есть вот на это всё нужно обращать внимания. Да как вы с мужчиной познакомились? Что вы чувствовали с ним? На что вы рассчитывали, когда, ну, вот, как бы, с ним встречаться начинали? Вот. Вот. Вы рассчитывали на то, что он, там, от жены, например, уйдёт. Вы рассчитывали на это или... Как, 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 как у вас были ожидания? Как всё. Всё общее у вас человек. Вот. Может быть не нужно, там, грубо говоря, обязательно расставаться. Вот. Может быть, там, достаточно будет какую-то проблематику расчивать. Или понять, от чего вы от человека, как бы, хотите, да, и... Вот. Ну. На этом акцент, как бы, сделать и... Всё. Вот. Бороться с зависимостью, вот, не нужно. Потому что бороться это, что значит, подавлять свои чувства. Не нужно свои чувства подавлять. Ни в коем случае. А вот, раз смотреть, понимать, чего вы хотите, и как-то к этому идти и стремиться, очень даже не нужно. Вот. Ну, вот, если представить себе, да, что человек говорит, я могу быть счастливым только, вот, там, в браке с человеком, который старше меня на 10 лет, к примеру. И всё. И он понимает, что если, вот, как бы, ну, он такого товарища не встретит, да, причём, нужно обязательно, вот, до, там, 30, ну, до 30. Ну, понимаешь, если нас такого товарища не встретят, то, всё, годжень кончено. Вот он всю жизнь, как оголделый, ищет вот этот способ. Ну, другие способы есть. О них вам не рассказали. Есть другие способы. Просто, вот, вы как-то вот с ними, ну, не знакомы. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что какую-то вот, ну, какую-то пищу, да, для размышления у меня, у меня получилось вам дать. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь, обращайтесь за помощью. Вот. Не затягивайте. Вам, вам нужна помощь. Вот. И, может быть, даже мужчине вашему, вот. У которого, у которого тоже проблемы с, с семьёй, да, с женой, может быть, ему тоже помощь нужна.